Здравствуйте, уважаемые коллеги! Дисфагия прижимает пищевую болезнь к твердому небу, перемещая его в глотку. Далее следует глоточная фаза. Пищевой болезнь проходит через глотку. В это время полосноса и трахея закрыты, а верхний пищеводный свинкер расслаблен. И третья фаза – это пищеводная. Пищевой комок проходит через верхний пищеводный свинкер. Тот сокращается и проталкивает болезнь вниз по пищеводу в направлении желудка. Итак, дисфагия – это затруднение прохождения жидкого и или твердого болезня во время одной из фаз глотания, то есть ротово-глоточный или пищеводный фаз. Важно помнить, что дисфагия – это именно физическое нарушение прохождения пищевого болезня в желудок, а не только ее субъективное ощущение. Стоит помнить также о нескольких терминах, которые стоят дифференцировать между собой. Так, если дисфагия – это затруднение во время глотания, то одинофагия – это болезненное ощущение во время глотания, афагия – это полная невозможность проглотить пищу. И также есть такое состояние, как глобус истерикус, который характеризуется постоянным, то есть независимым от глотания, ощущение комка в горле при отсутствии нарушений акта глотания. Ворто-лицкому выделяют 4 степени дисфагии. Первая степень – это затруднение при прохождении твердой пищи. Вторая степень – затруднение при приеме кашесообразной полужидкой пищи. Третья степень – затруднение при глотании жидкости. И четвертая – это полная непроходимость пищевода или афагия. В зависимости от анатомической локализации нарушений глотания, дисфагия может разделить на 4 типа. Это ротоглоточная, пищеводная, пищеводно-желудочная и паразофагиальная. И далее мы чуть подробнее остановимся на каждом из типов и рассмотрим возможные причины их возникновения. Итак, ротоглоточная дисфагия характеризуется затруднением перемещения пищевого комка из полости рта в пищевод. Причины, которые вызывают ротоглоточную дисфагию, делятся на 2 большие группы. Первая – это двигательные расстройства. И вторая – физическая обструкция. В группу двигательных расстройств входит преимущественно неврологические заболевательные состояния, такие как инсульт, болезнь Паркинсона, боковой анатрофический склероз, рассеянный склероз, биостения, мышечная дистрофия, периферическая невропатия, образование ЦНС, а также врожденные нарушения центральной нервной системы. К физической обструкции относятся образование ротоглотки, опухоли головы и шеи, дивертикулценки и также некоторые врожденные аномалии, например, перепончатая шея. Пищеводная дисфагия характеризуется затруднением прохождения твердой и жидкой пищи через пищевод. И в группе двигательных расстройств основную долю занимает нарушение моторики пищевода, которые представлены в Чикагской классификации. Это ахоловия, вистальный зафагоспазм, гиперконтактивный пищевод, полное отсутствие сократимости, неэффективная моторика и фрагментированная перистальтика. Также, помимо нарушения моторики, к двигательным расстройствам относятся склерозермию и некоторые другие ревматоидные заболевания, а также сахарный диабет как причину полинерепатии. К причинам, приводящим к физической обструкции, относят новообразование пищевода, февтическую структуру, кольцо шатского и рубцовая структура. И также в отдельную группу выделены азинофильный зафагит вследствие того, что в данном случае причин дисфагии является воспалительные изменения в среде пищевода, а не двигательные расстройства или физическая обструкция. И на данном слайде представлено несколько изображений как причины пищеводной дисфагии. Первое изображение это рубцовая структура пищевода, далее это злокачественное образование пищеводного, санализирующего его, далее это характерная картина азинофильного зафагита с отеком, слизистой пищевода и подольными бороцами, и кольцо шатского, которое в данном случае привело для примера, так как у конкретного пациента оно не вызывало дисфагию. Пищеводно-желудочная дисфагия характеризуется нарушением прохождения пищи через пищеводно-желудочный переход. К двигательным расстройствам относятся тахалазию, к причинам, вызывающим физическую обструкцию, относятся новообразование пищеводно-желудочного перехода, пример которой прислаблено на эндоплота, новообразование желудка с локализацией в кардиальном отделе и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Параэзофагиальная дисфагия возникает при издавлении пищевода извне, приводящем к обструкции. В данном случае у нас отсутствует группа двигательных расстройств, так как, как это следует из определения, у нас именно физическая обструкция извне пищевода, к которой может привести тиромигалия, то есть увеличенная щитовидная железа, новообразование средостения, заболевание шейного и грудного отдела позвоночника, увеличение левого предсердия, послеоперационной рубцы и лимфодонепатия. В нейронгенограмме представлено давление средней и нижней трети пищевода, делатированным левым предсердием в результате кардиомегалии. По клинической картине также можно понять сибдисфагии и ее характер. Такие симптомы, как затруднение в начале глотания, кашель или удушье при глотании и ночная аспиация, соответствуют для ротоглоточной дисфагии. Для физической обструкции характерна дисфагия больше отвертой пищи, нежели чем от жидкой. Для двигательного расстройства дисфагия от жидкой пищи такая же, как и твердая, или в некоторых случаях выражена сильнее. Также при двигательных расстройствах возможна эпизодическая дисфагия и пример эпизодической дисфагии это стейк-хаус-синдром, который возникает при кальцово-шавского, при проглатывании плохо пережеванных больших кусков мяса. И также если мы наблюдаем совокупность дисфагии и жоги, то возможная причина это реферс дисфагии или птическая структура. При диагностике дисфагии у нас имеется исследование первой идеи, это эзофагогастроденоскопия и геноконтраст исследования пищевода. Оба этих исследования взаимодополняемы, не являются конкурирующими. Так, фентгеноконтрастное исследование пищевода дает нам большее количество информации о нарушении глотания и моторике пищевода, чем гастроскопия. Соответственно, она более предпочтительно в качестве первой этапа диагностики с предположительно ротоглодочной дисфагии, которая чаще как раз таки связана с нарушением моторики, а также при подозрении на дистальное нарушение моторики пищевода. И, кроме того, рентгеноконтрастное исследование более информативно для диагностики непроходимых для эндоскопа стриптур пищевода, когда нам не удается полностью ее визуализировать. Что касается высокая гастрододоноскопия, то она позволяет детально визуализировать верхнее отдело желудочно-кишечного тракта с возможностью выполнения биопсии при подозрении на воспалительный процесс, эгенофильный дисфагид или опухоль. И, таким образом, она является золотым стандартом для оценки именно морфологических причин дисфагид. Дополнительные методы диагностики прежде всего относятся монометрия пищевода высокого разрешения, которая позволяет измерить панезосогиальное давление и импеданс, что дает четкое представление о нарушении моторики пищевода и функции нижнего пищеводного сфинктера. И, соответственно, помогает нам в диагностике двигательных нарушений как причине дисфаги. Также к дополнительной методной диагностике относится хронометрированный тест с проглатыванием воды. При этом пациент выпивает 150 мл воды максимально быстро и в это время регистрируется время и количество глотков. На основании этих данных может быть рассчитана скорость проглатывания и средний объем глотка. Сообщается, что этот тест имеет прогностическую точность для идентификации дисфаги более 95%. Следующий метод это оптическо-эндоскопическое оценка глотания, который включает визуальный осмотр гортанных и глоточных структур через трансназальный гидкий эндоскоп во время приема пациентам пищи или жидкости. Также к дополнительным методам относятся компьютерная томография, пузитронная лисеодная томография, радионуклидная статистография пищевода и лагиогаскопия, которая может быть первым этапом при выполнении эзофагогастродороскопии. И стоит помнить, что при выполнении гастроскопии у пациентов с жалобами на дисфагию следует тщательно осмотреть область ротоглотки для исключения кислевого образования ротоглотки или патологии над гортальником. И, подводя итоги, позвольте еще раз обратить ваше внимание на большой перечень заболеваний, которые могут стать причинами дисфагии, особенно на те, которые выделены цветом, так как именно эти заболевания требуют более активных решательств, таких как постановка пищеводного стандра или гастросомы, что является объектом нашей сегодняшней дискуссии. И для продолжения дискуссии я снова передаю слово Евгению Геннадьевичу. Спасибо за внимание. Спасибо.